Что касается сайтов знакомств крестьянских, то я думаю, что это нормальный вариант. Просто не надо прыгать на мужиков, понимаете? Нужно быть очень осторожным. То есть сначала просто переписываться, потом встретиться, посмотреть на человека, узнать его биографию, что там у него в жизни происходило. То есть, возможно, это мой вариант, да? Потому что я очень категорично к этому была. Нет, это нормальный для вас вариант. Потому что вы вот так прямо не познакомитесь. А вот через это у вас хорошо. А переезд в другой город? Потому что сейчас пишут в других городах. Ну ничего, если познакомитесь, тогда можно и переехать. Потом, что заранее-то переезжать? Спасибо вам огромное. Видите, вы какая-то безбашенная. Почему? Ну надо аккуратно все решать. Зачем вы с этим человеком связались? Спасибо вам. Слышите, вам нужна подружка, которая вам будет советовать. Вы не должны сама принимать решения по поводу человека. Нужна трезвая голова. Так вот подружка, у которой вот эта дочка. Нет, другая подружка. Поднимите руку вот женщины, которые хотят быть ее подружкой, чтобы... Вы хотите? Будете ей советовать правильно, да? Я сейчас в группе «Благость» в Томск добавилась. Вы в группе «Благость» сейчас? Я, да, я в группе «Благость» в Томск. Будете там советоваться в группе «Благость» сейчас? Добавилась относительно недавно. Мне надо приходить туда. Но я с Барнаула. Надо... А, в Барнауле, значит, клуб «Благость» есть? Да, есть. Туда ходите в клуб, и все у вас получится. Хорошо, спасибо. Будете там с местными клубчанами советоваться. Спасибо. Сама вы не сможете выйти замуж нормально. Вас уже третий раз занесло. Да. Муж погиб два с половиной года назад у меня. Ну, все понятно. Не волнуйтесь. Все будет хорошо.